Мы начинаем знакомство с приютом сектора кошек. Здесь меня встречает Фиона, ей около трех лет. Этого ласкового котика зовут Фокус, ему примерно два с половиной года. У кошек в приюте есть два помещения, открытое со стороны улицы и второе через окошко отапливаемое. В каждом секторе живут примерно 10-15 кошек. Слева Кнопа, ей около двух лет, она попала в приют еще котенком, а справа Ричи, ему два года. Котика похожего в данный момент на Брюса Ли, как мне показалось, зовут Тёма. Ему шесть с половиной лет, и он на самом деле добрый и контактный. А у этой очаровательной леди красивые имена Уми, ей два с половиной года. А это рыжик апельсин. Если вам понравился питомец на этом видео, вы можете написать на почту фонда Рэй или позвонить. Контакты мы оставим в конце этого видео. И также на сайте приюта Бирюлёва можно увидеть фотографии животных, которые ищут дом. Сейчас мы отправляемся на прогулку с собаками. В приюте есть волонтеры, которые приезжают в выходные или будни. В среднем собаки имеют возможность выгула один раз в неделю. Когда я ехала в приют, я думала, что, возможно, буду чувствовать себя скованно в присутствии большого количества собак. Но на самом деле ни одна собака не проявила агрессию. Наоборот, я видела, как они проявляют ласку к волонтерам. Некоторые реально любят обнимашки. Я познакомилась с волонтером Леной. Она расскажет о своих подопечных Банни и Молли. Это Банни. Ему кот. Он очень любит вещей. Он красавец, любит гулять, общительный. Ему лучше пристраиваться одной собакой, потому что он хочет, чтобы все внимание уделяли ему. Но он прекрасный, знает команды. Поэтому Молли ей чуть больше года. Она тоже вот хорошо приучена к поводку, в машине, ездила на выставке. Не знаю, что славно. Их размер не должен никого пугать, потому что им нужное место столько, ну, просто лежанка дома. Главное, частые прогулки, занятия. Потому что они большие, это не проблема. В общем, главное, что они хорошо ходят на поводке, умеют ездить в машине, к людям относятся отлично. Так что очень рекомендуем вам этих гулять. Прекрасный. Чтобы взять животное из приюта, рекомендуют понять, насколько общительная, активная или наоборот спокойная собака будет подходить к вашему ритму жизни. И сейчас Варвара расскажет о Коле. Кола небольшая собака, около 45 сантиметров в холке. И также мы узнаем об адаптации некоторых собак в приюте. Это Кола. Нашей Коле около 4 лет. Она очень хорошая собака, в смысле того, что она очень подходит для, в принципе, для любой семьи. Она спокойная, очень хорошо гуляет на поводке, на бровейшем поводке. Она собака компаньон и всегда готова подстроиться под любого человека. Например, если вам хочется сейчас смотреть фильм, погулять попозже, она с вами составит компанию, полежит сами, посмотрит фильм. А если вам хочется пойти погулять на рассвете, она запросто пойдет с вами гулять на рассвете. Кола во время прогулки, у нее есть очень интересная такая, как сказать, характер ее, такая девочка. Она во время прогулки любит смотреть в глаза человеку. То есть она идет, идет, потом так вот поднимает, глазами тебя смотрит, говорит, Я все правильно делаю? Мы правильно с тобой идем? Кола, собака, которая может пройти с вами километры, не устать, не она с вами остановится пообщаться с другими людьми, если вам будет это нужно. Например, есть вот дикие собачки, зрители наши гуляют, дикие собачки, которые, знаете, такие приходят в приют и забиваются в углах так вот и сидят. Таких, к сожалению, тоже приютем много, потому что если они из подательских промзон, из каких-то мест, в которых не было людей, они не общались с людьми, конечно, они такие вот немножечко замкнутые, но для этого и есть мы здесь, волонтеры, мы стараемся помочь им, мы стараемся их социализировать. То есть как это делается? Мы берем банк в консерв, который там нам привозят в гости, например, мы сами вступаем. Садишься к такой собачке, которая очень боится, начинаешь ее кормить с рук постепенно, мы их кормим с рук. Сначала они не берут, потом со временем начинают брать, вот, что, хватит вокруг бегать. Они начинают брать с рук, потом постепенно мы во время кормления с рук, мы начинаем до них дотрагиваться, чтобы они перестали испытывать страх от человека. Потом постепенно мы одеваем на них ошейнички, вот, потом начинаем выводить их на выгул внутри приюта, вот, постепенно приучая к поводку, потом приучаются к поводку, потом выводим, вот, гуляем уже на территории приюта, и постепенно собака становится социальной и готовой к семье, в принципе, и все, и собака пристраивается. Дальше мы познакомимся с Чейзом и Габи. Спасибо большое Марии и Наталье, что рассказали о своих подопечных. Чейз поступил в приют около двух лет назад с братом Финтиком, Финтика уже забрали в семью. Чейзу сейчас три года, он активный и полон сил. Счастливый и паркет. Сколько Габи лет? Габи у нас появилась буквально две недельки назад из карантина. Они только что поступили поотлопу. Поэтому мы не знаем ее историю, но мы видим, что она была домашней, потому что она умеет сидеть, знает команды, очень любит расчесываться, как вы видите. И у нее еще один глаз голубой, это значит, что у нее в крови были фазы. Очень веселая, позитивная, это 100% домашняя девочка, молодая, зубки белые, они в языке черное пятно, кстати, как изюминка, готовы для пристройства, просто мы ее еще не пофотографировали, обязательно сейчас ее упустим в пиар. Крайки были, то ли лабрадоры, то ли какие-то домашние собаки, отлично относятся к городу, они боятся резких звуков, хорошо гуляют, любят людей, детей, других животных абсолютно не агрессивны, послушны. Если заниматься, однозначно выучит огромное количество команд, будет хорошо с детками. В общем, готовая собака тоже для пристройства, 100%. Классный, ласковый. Адмаций целый. Габи любит бегать, прыгать, вишнице, ребятами. Так как она сидит немножко с возрастной собачкой, с подружкой из карантина, они вместе пришли. Поэтому мы решили ее познакомить с чейзиком, чтобы они вместе бегали. Тигничали. Улигательная. Улигательная. Немного позже на площадку для выгула привели Лору, она недавно поступила в приют, у нее есть проблемы с глазом и волонтеры также сейчас консультируются с гастроэнтерологом, чтобы помочь ей набирать вес. Лора нежная, очень трогательная. Лора нежная, очень трогательная. Что касается численности питомцев, то в приюте Перелева проживает более 150 кошек и примерно 2500 собак. И в завершение нашего видео мы еще познакомимся с очаровательной Эльзой. Субтитры создавал DimaTorzok Эльза очень мягкая, она знает команды, она там бегает по ступенькам. Скорее всего, да. Человек-ориентированная собака, но не любит других собак. Она очень мягкая. Не трогайте ее, она мягкая. Она прямо чистая. Прямо чистая. Продолжение следует...